в софт-серве и занимался активностью по драйвингу комьюнити по machine learning в Харьковском деф-центре. В рамках этой активности стартую эту презентацию Strong AI Architecture. Всем известно, насколько я понимаю, разницу между Strong AI и Big AI концепциями. Я, конечно, напомню. То есть это два способа сделать искусственный интеллект. Первый способ — это использовать machine learning для того, чтобы облегчить задачи, которые мы имеем в повседневной жизни. Strong AI — это полноценный искусственный интеллект, который может общаться с человеком, решать задачи, ранее не ставленные. Это General Purpose AI, по сути. Каковы же основные особенности General Purpose AI по сравнению с обычными классическими machine learning задачами, которые стоят сегодня перед специалистами в области machine learning? Основное отличие — это запросы в точности. Strong AI должен строить точную логику, выстраивать на больших отрезках логических решений. В случае с классическими подходами сейчас, machine learning, например, которые используют с помощью нейронных сетей распознавания голоса, эта задача не стоит как задача конкретно General Purpose AI по нескольким причинам. Основная причина — это то, что запрос точности не удовлетворяется. И чтобы проэмулировать 86 миллиардов нейронов, которые имеет человеческий мозг, нужны очень большие мощности вычислительные. Замечу, что они должны эмулироваться в режиме реального времени для всех 86 миллиардов инстансов. Соответственно, задачи, которые решаются с помощью нейронными сетями, в основном для General Purpose AI, они имеют очень важную задачу распознавания голоса, распознавания зрительных образов и в основном должны подтверждаться человеком для того, чтобы исключить ошибку. Итак, начнем. Я выделил три основные компонента General Purpose AI, такого, каким мы можем видеть в Google Assistant, дуплекс в чат-ботах, которые презентуют Alexa, может кто-то знает, а также Siri и Microsoft Cortana. Первый компонент — это компонент, который ответственный за правильное понимание того, что сказал человек. Остальные два компонента, которые я выделил тоже очень абстрактно — это компонент, который обрабатывает запрос и компонент, который производит всю коммуникацию. Вопросы можно далее по слайдам в процессе презентации. Итак, я бы хотел, чтобы мы очень абстрактно пошлись по этим компонентам, для того, чтобы не углубляться в детали, поскольку тема нереально сложная. В общем, высокоабстрактный дизайн понимающего компонента. Я выделил тоже три основные субкомпоненты, подкомпоненты, опять-таки для упрощенного восприятия. Первый базируется на технологиях Natural Language Understanding. Я думаю, многие знакомы с этой технологией. Естественно, я по ней пройдусь сейчас более подробно. То есть, что такое Natural Language? Это, по-английски, означает просто речь человека, обычная, повседневная. На данный момент эту задачу эффективно решил Google с помощью дип-лёнинга. Насколько мне известно, Google предоставляет возможность использовать их технологии с помощью Google Assistant. Для этого вы можете зарегистрировать свое устройство, например, Hexobot-робота на сайте Google, зарегистрировать его как Google Assistant Enabled Device и использовать возможности, включая Google Duplex, который поддерживает общение в виде речи и может, например, отвечать на телефонные звонки. По сути, это нейронная сеть с рекуррентными связями, которая производит семантический экстракшн из входящего потока речи. То есть, по сути, он решает также разбор предложения, выделение семантических значений слов и далее эту информацию можно передать в следующий подкомпонент понимающего компонента. Ребята, тема сложная, конечно, если у кого-то есть вопросы, можно по ходу. Также, чтобы я понимал, если нужно сделать паузу. Да, у меня есть маленький вопрос. Где-то считал, слышал, строятся кубы по словам и по их понятиям. Строится векторное представление. Но есть приложение такое Word2Week, которое умеет это делать. Это какое-то имеет отношение к текущему распознаванию смысла слов? Очень хороший вопрос. То есть, в данный момент есть множество решений, которые производят подобный разбор. Называется оно NLP. То есть, то, что вы говорите, это может касаться как NLU, так и NLP. NLP – это подкомпонент NLU. Это более базовая часть функциональности, которая не занимается семантикой, а больше производит первоначальную обработку данных, переводя аудио в текстовые слова. А чтобы понять, какое из семантических значений слова в данном контексте принимает, NLU имеет также более расширенную функциональность, которая именно на это настроена и детектит. То есть, мы векторного представления слов не избегаем никак. У нас есть часть системы, которая разбирает аудиопоток на слова, и дальше по векторным представлениям строится семантическая модель, исходя из вот этого куба, который я выше описывал. Правильно? Типа того? Ну, можно сказать, да. Типа того. Окей, спасибо. В принципе, пожалуйста, можно использовать готовое решение Google. NLU, по сути, они имеют самое полное решение. NLU, оно у них закрыто, но имеется опенсорсный доступ, библиотеки опенсорсные, которые имеют доступ к функциональности Google и к серверам. И это уже можно, в принципе, платно использовать на своих устройствах. Вот. Дальше для StrongAI эта информация семантических значений передается под компонент семантического математического маппинга. Что это такое? Для того, чтобы объяснить, зачем здесь нужен семантический математический маппинг, я немножко переключусь на следующий компонент искусственного интеллекта. То есть у нас есть три компонента. Пониматель, так скажем, думатель и чат-бот. Чат-бот, по сути, для первого подкомпонента Understander должен произвести вот этот просто забор текстовых или голосовых данных и передать его в Understander. Understander делает NLU маппинг и передает в семантический маппинг. Но зачем нужен семантический маппинг? Для следующего компонента думатель. Значит, для того, чтобы обработать информацию точным образом, а не строить догадку, что тоже важно, думатель должен математически проверить концепцию, гипотезу. Для этого строится математический эквивалент выражения, которое сказал человек. И, по сути, делается все необходимые преобразования и решается задача. Очень часто это просто задача оптимизации какая-то. Не то, чтобы это было совсем просто, но, по сути, запрос – это, например, человек говорит, запрос, который эквивалентен квадратному уравнению. Например, даже можно детскую задачу из учебника по математике. Задача искусственного интеллекта – понять эту задачу и сформировать математический эквивалент задачи. То есть то, чему учится дитя. В результате получается уравнение, которое нужно решить. Вот думатель, по сути, занимается преобразованиями математических выражений, оптимизации и тому подобное. И он должен вывести, чему равна переменная, чтобы иметь возможность запросить дополнительные неизвестные переменные. Или сразу выдать результат. Для этого необходимо семантические значения перевести в математическое выражение. То есть в результате общения есть контекст всего конверсейшена, контекст общения вообще с конкретным человеком и глобальный контекст. Все они используются для того, чтобы решить задачу ответа. Следующий подкомпонент – валидатор. Соответственно, как я и сказал, нужно иметь совершенно точный результат. То есть если есть подозрение, что какие-то из NLU были неправильно восприняты, нужно подтверждать. И валидатор занимается тем, чтобы увидеть, что полученный новый подконтекст в виде математического выражения вписывается в существующие контексты. По сути, это проверка сказанного человека. Насколько сказанное вписывается в представление о контексте глобальном и контексте общения искусственного интеллекта. Что ж, переходим к наиболее интересному компоненту с моей точки зрения. Это пониматель. Думатель. Выражение переводится «Дума и голова, куплю тебе шляпу». Что делает этот подкомпонент? Он строит... То есть имеет тоже три маленьких подкомпонента для упрощения описания этой задачи. То есть первый подкомпонент это просто строитель контекстов. Что тоже, в принципе, задача довольно сложная. По сути, сводится к тому, чтобы иметь возможность строить математические выражения из любого набора данных. То есть даже если вы дадите данные эквивалентно зрительному образу, например, изображению, то он, например, построит это в соответствии координатам их значений в общую формулу выведет. В принципе, я описывал в предыдущих презентациях, как это можно сделать. И здесь, в этой презентации, к этому не буду сильно углубляться, потому что тема и так сложная. Вопросы какие-то по слайду этому или предыдущему есть? Хорошо. Значит, следующий подкомпонент это адаптер контекста общения. То есть адаптер контекста, он тесно связан с валидатором. И что он делает? Он интегрирует, может несколькими путями на самом деле решать свою задачу. И его задача это получить следующий контекст, то есть общий, с которым можно работать. Он может его... Ну, тот контекст, который получил маленький от одного предложения, например, контекст, он получил от контекст билдера, и должен теперь его интегрировать в более сложный контекст, например, последнего абзаца. То есть контекст абзаца это уже довольно сложная формула, либо система уравнений, либо сгенерированный темзор для видеокарты. В принципе, это тоже довольно массивная задача, и контекст должен... Ну, он может интегрироваться по разным просто правилам. Есть правила конъюнкции и дизюнкции, решаются очень просто. Правила, допустим, условных каких-то вещей, они решаются с помощью более сложных преобразований. Все это математически решается, и констраинты эти должны быть реализованы в этом подкомпаните. Вопросы какие-то есть? Довольно абстрактно прозвучало, я вот так подозреваю. По conversation context adapter. Хорошо. Если вопросов нет, двигаемся дальше. Компонент solver. Тут все очевидно. То есть у нас уже построена либо система уравнений, либо тензор, либо это и другое. Также у нас может быть настроена нейронная сеть на попытку предсказать результат, чтобы его быстрее было просто проверить, чем решать полностью задачу. И есть у нас общее глобальное уравнение, которое нужно решить для того, чтобы получить конкретный результат, ответ, который запрашивал человек, общающийся с этой системой. попытка подумать над ответом должна сводиться к тому, чтобы понятый ответ уже преобразовать в математическое выражение, поскольку у нас высокий запрос в точности, и решить его по большому счету. Достигаться это может быть параллельно несколькими способами, но должны приводить к точному результату. и компонент, задача которого в принципе довольно хорошо уже решена в сегодняшние дни чат-бот. Вопросы есть какие-то по андерсендеру и тинкеру? Может быть. Ребят, слышно хорошо все? Да. Отлично, спасибо. Спасибо. Я очень рад, что довольно все понятно. Тема не тривиальная, не все понятно, вопроса не возникает из-за такого. Хорошо. Значит, коммуникация компонентов. Компоненты между собой связаны очень просто. Чат-бот общается с понимателем и андерсендером. Андерсендер, соответственно, с чат-ботом и думателем. И думатель общается с чат-ботом андерсендером. Все это идет по круговому потоку. От чат-бота к андерсендеру, от андерсендера к тинкеру, от тинкера к чат-боту. Я думаю, тут вопросов нет. Правильно? Это такой себе флоу, который может параллельно вестись. человек что-то добавил, там, уточнил. В это время данные добавились в андерсендер и пошли дальше по пайплайну в тинкер. И тинкер как раз уже может отвечать что-то на предыдущую тему. ТАУХТАУТТРОВ Эти слова означают, что жестко. Тут все должно быть точно. И Джернелл ПупосАй имеет большие запросы к точности. ТАУХОТЯ ТРОВ Вот, в общем-то, это немножко характеризует Джернелл ПупосАй и в отличие. Спасибо большое. Готов выслушать вопросы. У нас еще, я смотрю, время есть. Мы можем углубиться в какие-то детали, если интересно. Если можно, вопрос по Google. Там есть технология такая, как Байлок Флоу. Я просто сейчас думаю, стоит ли углубляться, изучать ее. Можно как-то советы, не знаю, оценка какая-то. Это же тоже как-то связано с этими чат-ботами, конверсейшнами. Спасибо большое за вопрос. Скажите, это зависит от того, стенсорфлоу у вас уже опыт есть? Ну да, есть немного, тоже машин лернинг, вот просто хочется чего-то, какой-то изюминки добавить в профиль, в скиллы, чтобы было ну и соединить возможно ли. Ну просто еще в самом начале пути сейчас и интересно, стоит, не стоит, на что ориентироваться. Для чат-бота очень советую посмотреть на Google Дуплекс и через него идти к NLU, может быть, если потребуется что-то более углубленное, то там есть список прямо на сайте Google опенсорсных их компонент связанных с NLU и NLP. Спасибо. В принципе, конечно, Google Assistant крайне полезен для тех, кто хочет создавать свое устройство аппаратное или свой телефон. Например, вы хотите запрограммировать свой телефон, это тесно с практикой Embedded хорошо бы сочеталось. который мог бы автоматически отвечать на звонки с некоторых определенных номеров и вести общение какое-то. На сайте Google есть пример, там, где Google Дуплекс дозванивается в ресторан и договаривается о резервировании столика. Это уже решенная задача Google. Ну, это да, Сергей, добрый день, Игорь Супов, Senior Data Scientist. Вопрос такой, вы упомнили сейчас Дуплекс, мы все видели, я думаю, эту конференцию, где они так это все демонстрировали. Я просто выпустил, они разве для девелоперов открыли Дуплекс? Я, да, искал. Это на самом деле есть такая фича в Google Assistant по чтобы использовать дуплекс, на самом деле нужно использовать фичи из Google Assistant. Это как бы собирательная решенная задача, пример решенной задачи. Но лично вы пока не сталкивались, да, именно как с Nats & Bolts, как говорится, что там, как, какие опишки и особенности использования не в курсе, да? Да, верно. Я только регистрировал задачи, смотрел API, смотрел API, так, чтобы именно набить шишки на Google Дуплексе, к сожалению, вам не подскажу. Окей, понял, спасибо. Я думаю, что как ядро этой презентации это все-таки компонент Thinker, как абстрактное решение задачи и хотелось бы больше слышать вопросов по нему. От себя замечу, что у Microsoft есть библиотека Z3. Это абстрактная библиотека, которая используется в Microsoft, она также используется в компиляторах LLVM, в библиотеке LLVM, позиционирует себя как CRM True, это библиотека, которая доказывает, что что-то возможно. И она также получает на вход математическое просто описание в виде системы, неравенств и тому прочее. Можно использовать. в принципе, у меня есть также свое решение. По сравнению с Z3 оно решает более эффективно задачи, которые касаются именно Thinker, поскольку может решать множественные решения, множественные выражения. То есть, допустим, у нас есть уравнение восьмой степени, которое имеет восемь корней. с помощью библиотеки можно получить одно выражение, которое математическое, которое соответствует этим восьмикорням. И использовать его, чтобы поставить следующее какое-то выражение в какую-то переменную. И все это будет работать. Сколько мне известно Z3, это не позволяет, но в принципе рекомендую посмотреть. А скажите, а вольфрам альфа вы что-то смотрели в этом направлении? Да, я смотрел вольфрам альфа. Общался у меня куплен про-версия вольфрама. К сожалению, они не могут предоставить интерфейс на данном этапе для решения множественных уравнений вот именно для этих задач. Но у них есть уже функциональность, которая позволяет допустим найти все корни выражения. Однако почему это так происходит? Очень часто. Даже в Octavia и MATLAB специально нужно использовать команды, чтобы правильно решить уравнение. Связано с тем, что эти пакеты в основном не видят разницы между возведением в степени 1,2, 1,4 и корни квадратные principal root, который имеет один результат. Степень 1,2 имеет два результата, principal root 1. Вот эта разница генерирует множество ошибок в подобных задачах. То есть уже результат не супер точен. я послал им запрос по поводу подобных задач. Они сказали, что у них есть специальные команды, которые можно использовать для того, чтобы подобные вещи решать. Wolfram Alpha позволяет ставить запросы очень похожие задачи решают как General Purpose AI тоже можно запросы писать чистой речью и производится попытка решить ее тоже. Еще сыровато сырой вид. Они делают попытки, но очень далеко от того, что хотелось бы. Также у них в запрос очень короткие запросы, даже если математическое выражение надо решить, у них лимит на количество символов. Если хотелось бы решать такую задачу, то можно было бы рекомендовать купить Cloud сервер с большим количеством ядер, чтобы хранить такие вещи. Можно также кешировать уравнения и их результаты в базе данных и в отдельном потоке проверять не была ли уже решена эта задача ранее. декором окей, Скажите еще может для тех кто будет пытаться что-то сделать, повторить ваш опыт на этапе Thinker были какие-то pitfall и подводные камни может на что стоит обратить внимание? Конечно, да. В целом, когда большая точность достигается, то очень важный момент это использовать Arbitrary Prestige. То есть дело в том, что Double, допустим, как тип такой, просто дробный тип аппаратный использовать не получится, потому что вы понимаете, почему, точность заставляет ожидать лучшего. Одна третья, например, в двоичной системе не может быть выражена. И поэтому точность просто теряется в любом случае. Поэтому используется структура типа Rational, это когда хранится числитель и знаменатель. Но это, как оказывается, в итоге частный случай возведения в степень минус первой произведения. То есть это произведение числителя и возведенного в минус первую степень знаменателя. В принципе, то есть самое важное это Arbitrary Precision, то есть резиновая точность. Числа очень большие могут фигурировать, когда мы решаем уравнение. Из-за чего люди, которые сразу же смотрят на OpenSeal, могут сталкиваться с проблемой именно вот этой. Собственно, для чего все пытаются разложить на линейные операторы. В результате матричных вычислений в линейных операторах меньше запросов точности. Поэтому TensorFlow решает, я думаю, именно так, эту задачу. резиновая точность это раз, разница между, то, что 1-2 это 2 решения, а не 1, это 2. То есть 1-4, соответственно, 1-8 и так далее. и еще самый главный предпол номер 3, это то, что вот вы хотите просто сократить дробь, там, выражение x делить на x. В результате андерсцендер построил выражение, есть дробь. Вот, казалось бы, нет разницы, можно сократить. Но если что-то, какой-то контекст на вход пойдет, что этот x окажется множественным выражением, например, хотя бы та же единица в степени 1-2, то уже окажется, что по дизъюнции придется разложить эту дробь и будет уже не один результат. Вот это третий ствол. Еще вопросы. Что ж, спасибо большое. .